Очень важно населению знать меры профилактики, как обезопасить себя. И мы говорили об этом, начинали с первого дня, о том, что сейчас в связи с ситуацией с численностью грузунов в этом году, все-таки ограничить посещение лесных массивов. Надо любить себя, надо любить здоровье себя и своих детей. Не ходите, дети, в Африку, а точнее на Кумыску, гулять. Специальные щиты напоминают об опасности. А она, по словам главного санитарного врача региона Ольги Кожановой, пока никуда не делась. По нашему предписанию правительством Саратовской области выделены деньги на проведение дополнительных герцогов и латинств. В первую очередь, сжимаем кумысные гуляния, безусловно. Потому что профилактики геморрогической области, самое главное в этой ситуации, уменьшить численность грузунов, которые инфицированы вирусом германии. Кумыска не только главный очаг инфекции в Саратове, но и средоточие детских лагерей. Они все еще закрыты, рассказали нам в городском комитете по образованию. Вчера прошло совещание в администрации города Саратова с участием и директоров лагерей, с представителями Роспотребнадзора, института Микроб. И на сегодняшний день мы получили рекомендации обработать еще раз 500-метровую зону, прилегающую к лагерю, новым составом, который будет предоставлен. Территорию лагерей обрабатывать больше не нужно, потому что мы ее обработали где-то 4, где-то 5 раз. И по результатам контрольных замеров, то есть там на территории самого лагеря ситуация была нормальная, хорошая. На Кумысной поляне расположены не только муниципальные лагеря. Знаменитая березка сегодня на вольных хлебах. В начале лета получила запрет на открытие. Мыши на лихорадке, статус лагеря без разницы. Я очень надеюсь, что 30 июня все-таки мы сможем принять детей. Вопрос был в том, что в этом году обработку территории самой внутри лагерей, обработку 500-метровой зоны, то есть вокруг лагерей, 50-метровой зоны вокруг лагерей, все возложили на лагеря. То есть если у меня, например, был заключен договор с компанией на все лето, и на все про все у меня был утвержден бюджет 71 тысячи рублей, то вот за это время, когда нам пришло последнее предписание от Роспотребнадзора, что мы должны еще 500-метровую зону тоже сделать за свой счет, ну тут мы уже просто взвыли. Потому что компании, которые обрабатывают таким вот образом территории, их в Саратове, ну, например, три. Вот две я знаю точно, и вроде бы есть еще одна. И они стали нам цены выставлять от полумиллиона до полутора миллионов рублей для обработки. Вот так вот, если по-честному все обрабатывать, это где-то там от 80 и дальше гектаров земли. Поэтому, я не знаю, кто там достучался или нет, может, где-то наверху поняли, что мы даже если сейчас по полтора миллиона вывалим, которых у нас нет, или пообещаем, мы все равно не сможем своими силами объять необъятное. Деньги на обработку власти все же нашли. Оптимизм внушает и то, что, по словам Елены Соколенко, новую отраву уже испробовали в районах. В Татищевском есть три лагеря. Один муниципальный и два ведомственных. Наш лагерь к приему детей в первую смену полностью был готов. Но в связи с тем, что была объявлена эпидемия на уровне региональном, были проведены еще раз дополнительные проверочные мероприятия. Нами была проведена еще дополнительная дезинфекция территории. Сейчас разрешение Роспотребнадзора получено на проведение второй и третьей смены. Какого-то массового заболевания и заболеваемости геморрагической лихорадкой на территории района нет. Обращений много с подозрением. Но люди имеют определенную информацию о том, что эти спешки в области есть. И они уже более стали к самоздорову относиться к щепетине. И обращаются. Из пообращающихся подтверждение единицы находятся. Помощь саратовцам оказывают москвичи. Сергей Рябов, зав. лаборатории НИИ дезинфектологии, считается одним из лучших специалистов в стране. Он реально лазит под каждый кустик. Я это видела сама своими глазами. Он же у нас на территории лагеря тоже такие работы и за территорией проводил. Он сам лазит под каждый кустик. Он говорит, что какие площадки делать, как это отраво раскладывать. Чуть ли не какую морковку вешать, чтобы они все прибежали. То есть он к этому подходит очень ответственно. Правда. Вот прям вот он, вот как вот такой, в хорошем смысле слова, ученый человек. Ну а пока взрослые борются с мышами на кумыске, что же делать детям? Власти обещают, ситуация в Саратове прояснится в ближайшие дни. Все понимают, что дети должны отдохнуть. Что дети должны оздоровиться. Но здесь, с другой стороны, мы должны обеспечить максимально, и это тоже, в общем-то, здесь мы находим взаимопонимание, как у баланса держателей лагерей, да, как и у органов исполнительности, что этот отдых в первую очередь, он должен быть безопасен, конечно. То есть, чтобы оздоровление у нас не превратилось ни в коем случае в заражение. Именно поэтому здесь принимаются, в общем-то, ну на сегодняшний момент все беспрецедентные меры для того, чтобы создать именно безопасные условия отдыха. Информация будет в очень короткие сроки размещена и на сайте комитета по образованию в первую очередь, и на сайте администрации, на сайтах лагерей. И если произойдет сдвиг, то это буквально на очень, вот, буквально 4-5 дней. Мы проведем все необходимые мероприятия для приема детей в самые-самые короткие сроки. По большому счету в лагерях у нас все готово.